Я не хочу быть никаким адвокатом у власти, смешно было бы от меня ждать, что я могу быть адвокатом сегодняшней власти. Кстати, предупреждаю, подонки, законченные мрази в администрации президента, день ото дня лепят новые сайты, открывают новые каналы на ютюбе, в частности, канал «Слово не воробей», до этого был Андрович, потом его мы закрывали, Андронович. 64 канала сегодня и сайта в общей сложности в интернете, косят под караулу, уберут мои тексты, вырезают начало, конец, вырывают цитаты, перемонтируют эти фразы, используя в том числе и нейросети, получается, черт знает что там, караулов, наркоманских вечеринках, бред какой-то, я хочу сказать, мрази, вы же о Путине эти, комиксы в кавычках лепить, под видом караулу. Находясь в администрации президента, я был вынужден Антону Варину полгода назад написать личное письмо главе администрации, назвал фамилию того негодяя, который стоит во главе этой банды. У них цель оправдать глупости. Какие? Минагентство. Глупость, глупость. Никакого финансирования караула никогда не было иностранного. Минюст ничего не мог предъявить в суде, сказал гонорары от Ютьюба, да гонорары от Ютьюба у двух миллионов российских граждан. Ну, неважно. Они хотят, а они боятся. И сидят люди, выделены деньги, которые делают целые каналы из как бы ворованного караулова, но караулова переделанного, сляпанного на скорую руку, в интересах охват караулов враг советской власти. Караул всегда будет с народом. Караулов не враг и не друг. Караулов старается быть объективным. И то, о чем я сейчас расскажу, новое задержание в России, это называется задержание второго уровня. О них почему-то, потому что когда генералы идут под нож, ну, под арест. Пока под арест. Не сообщают большие телевизионные каналы или редко сообщают. Сейчас конкретно и буду приводить примеры, как борется власть с коррупцией. Так вот, еще раз, я не могу считать себя адвокатом сегодняшней власти, тем более мрази, конченые мрази мордуют Путина из администрации Путина, как бы от имени караулова. Я когда Путину написал об этом письмо, конечно, удивлению его не было пределов. Я понимаю, сегодня еще одного советника Путина выгнал из администрации. На этих отставках, вот то, что было сейчас при смене правительства, ничего не закончилось. Но мы об этом поговорим отдельно. Но, еще раз, сотрудники администрации под видом караула мордуют того, кому они служат. Это как? Это что за дела такие? Бюджеты выделены. Этими бюджетами они делятся и с дознавателями, с некоторыми. Предполагаю, я караул. Почему я говорю предполагаю? Потому что, ну, какие-то доказательства попозже мы предъявим. Или записи разные даже всякие. Но неважно. Что делают сегодня дознаватели, которым некуда деваться? Они влипли, а надо же как-то выкручиваться. Это вот ваш голос. Говорят, что это не мой канал. Это меня изуродовали. Не, неважно. Голос-то ваш. У нас тут есть справочка из соседнего дела, чтобы монтажа не было в этом вашем голосе. Да, конечно. Фразу вытащили из контекста. О, так она же ваша. Из контекста вытащили. Казнить нельзя помиловать. Где запятую поставить? Неважно. Голос-то ваш. Все уголовное дело. Пять лет в тюрьме. Во, что они лепят. А запросить справку у Гугла, по идее, как преступление, надо же обратиться в редакцию. Те редакции скажут, где, кто, когда и как, в каком виде на самом деле, какой текст, когда прозвучал. И из каких уст, на каком канале называется справка. Редакционная справка. Никто в Гугл, в Ютуб, даже в московских представителей Ютуба из дознания вращаться не собирается. Ну как, тогда все рассыпется. А как они? А вот так вот на слушок, что-то в интернете поймали. А чтобы они поймали, создаются вот такие каналы, как Воробейни Слово или что-то такое. Там только караулов. И черт знает, что из караулов. Подрезанная, еще раз перелопоченная. Я разберусь со всеми этими мразями, но, к сожалению, мы закрываем канал. Они снова открываются на Ютубе. Прокуратура не реагирует. Обидно. Я несколько раз обращался и к Бастрыкину, и к Пайну обращался. Может, казалось бы, Антону Эдуардовичу мог бы мое заявление переслать со своей пометчика. Разберите, следственный комитет. Кто-то из моих сотрудников прав, караулов или не прав. Я же фамилии называл в письме к Антону Эдуардовичу. Но теперь, сегодняшний день. Когда я говорил, и говорю, что отставки со сменой правительства, где очень много тех же людей, даже Козлов, министр природных ресурсов, это все только начало. Многие мои зрители смотрели с недоверием. Ты нам лапшу на уши вешаешь караулов. Я умоляю моих зрителей, не торопитесь, ребята. Не выкидывайте себя из нашей жизни, из будущей в том числе. Вас и так чиновники пытались на колени поставить, из этой будущей жизни выкинуть, лишить вас права на будущее. А мы хотим, чтобы будущее в нашей стране было бы. Кто мы, журналисты. Какие? Да вот те, про которых Андрович, Андронович или ни слова там Воробей, что-то такое гадости пишут с утра до ночи, разумеется, бесплатно. Мы хотим, чтобы у нашей страны было будущее. А что такое будущее? А даже те, кто отчаялся из моих зрителей, понимают, что нормальных людей в стране очень много. Особенно среди силовиков. Особенно среди чекистов. Иначе как же объяснить, когда только-только переназначено все руководство МВД, министр, все. И вдруг в Ексеринбурге, не самый последний город в России, надевают наручники сразу на главного борца с экономическими преступлениями в МВД и на генерала, главу региональной таможенной службы. ТАСС сообщает. ТАСС. И руководитель областного управления федеральной налоговой службы генерал Сергей Логинов. Также по делу проходят другие сотрудники местной полиции. Вот такое коротенькое, скромное, я бы сказал, сообщение. На фоне других страшных и неприятных новостей, например, в Москве горит, покажите, пожалуйста, эти кадры, торговый центр Гранд Плюс на улице Плещеева в Биберево. Предварительное возгорание началось в магазине смешанные свишные цены. На месте также появились сразу МЧСники, пожарники. Информация о пострадавших пока уничтожается. Пожар локализирован. Но самое главное, что какой по счету пожар в Москве. Ведь горят только торговые центры. По ощущению, что кто-то их страхует. Торговые центры, рынки разные, строительные рынки. И сразу пожар. Застраховали пожар, чтобы получить страховку. Это вот одна из версий. Но уж больно много этих пожаров. Такого никогда количества пожаров не было при советской власти. Другая версия, что все-таки, конечно, запас советской прочности закончился повсюду. Уровень снижается профессионализма во всех сферах. Но отсюда и пожары. Как же им не быть, если не профессионалы вокруг. Что такое задержание и главного таможенника региона, и какого региона Свердловская область, и главного полицейского, главного борца с экономическими преступлениями. Урал – это сплошные заводы, в том числе оборонные заводы, госзаказ, наши танки, Армата, Т-96, Нижний Тагил, два часа езды от Екатеринбурга. Я предполагаю, многие наши генералы и в Министерстве обороны в том числе, вот назначен новый замминистра Савельев, он будет тоже, как и Белоусу, следить за денежными потоками и за всеми материалами, которые вдруг открываются, ну, за тем, какие неожиданности открываются сегодня при, так сказать, разборе этих конюшен. Многие наши высокие генералы были связаны по бизнесу с компаниями, которые так или иначе имеют свои корни, свои, имеют, конечно, бенефициаров среди англосаксов. Это страшно. Если ты или твои дети, там, значит, крючки на тебя у тех, кто умеет работать, а МИ-6, английская разведка, по-прежнему считается лучшей в мире, как и разведка Ватикана, католической церкви. Мы ведь многого не понимаем, как на самом деле устроен мир. Ну, например, почему вдруг Дуччо, Муссолини, Дуччо фашизма в 1929 году разрушает Единую Италию и отпускает Ватикан. Ватикан становится отдельным государством. Как это так? Дуччо фашизма, идеолог, главный идеолог фашизма, певец фашизма, а Муссолини отпускает Ватикан. Так у Ватикана появляются такие банки, свои банки, которые проверить невозможно. Это же отныне самостоятельное государство. А куда делся целый состав с золотом, который в январе 1945-го вышел из Берлина и исчез по дороге? Конечным получателем груза, возможно, были люди, связанные с австрийским епископом Хуалем, ярким приверженцем к гитлеризму. Когда в 1946 году англичане решили проверить монастыри на севере Италии, католические монастыри, а нет ли там немецкого золота? Там не только было золото, там и коллекция рубинов и алмазов, принадлежащие словацкому диктатору Тиса. Там золото, червонное золото, награбленное батальонами СС Прибалтики, Прибалтийскими батальонами. Целый состав с драгоценностями. Золото, платина, слитки, драгоценные камни. Бесследно исчез состав. Об этом подробно я рассказываю в книге «Русский ад». Можно посмотреть. Вот когда возникло предположение, что деньги не исчезают в никуда, это золото, потому и епископ австрийский, он служил в Австрии, возник, как один из возможных получателей груза. И когда англичане решили проверить католические монастыри, Ватикан пообещал поднять весь католический мир, не дал Ватикан проверять. Монастыри, их запасники. Возможно, золото сразу перепрятали. У англосаксов есть желание править всем миром. Это давно известно. Их со дня убийства Грибоедова. И если наши генералы, возвращаемся к сегодняшнему дню, действительно имели по бизнесу конечных получателей продукта в Англии, в Соединенных Штатах, в англосаксском мире, то это уже то самое, на что нельзя не реагировать всем. Хотя, вот случилась трагедия с президентом Ирана. Ведь есть стойкое у всех ощущение неотвратимости наказания. Мы все равно узнаем, что это был диверсионный акт или случайное, какое-то совпадение трагических катаклизмов природных. Но есть как ощущение неотвратимости наказания, так и пример с другой стороны северных потоков, где отвратимость наказания. Как можно было четко не установить в 21 веке, кто взорвал-то северные потоки. А вот тут дураки говорят, это Россия взорвала. Конечно, чтобы оставить, чтобы мы с голоду умерли сами. Сами себя решили убить. Масохизм такой. Ведь эту глупость внушают нашим людям, некоторые очень умные люди, не желая додумать до конца, что же они несут-то на самом деле, и что вкладывают в голову разные грамотеи и идеологи, которые так боятся, в том числе и нашей правды, судя по Соловьям, Андроновичам и другим каналам, порталам, сайтам в интернете. Нет. Путин честно сказал. Американцам это сделали, увы. А кто конкретно? Непонятно. До сих пор. Есть предположения, мы не говорили, но это все лишь предположения, к сожалению. Значит, существует отвратимость наказания? Хорошо. А вот вертолет с президентом Ирана? Ответ на вопрос, кому выгодно, в том числе, и творить такие жесткие вещи, как подрыв северных потоков или же убийство президента, соседней с нами, фактически соседней с нами страны. К сожалению, очень много непонятного. Покушение на премьер-министра в Словении, в Словакии, простите. Убийство президента давно такого не было. Быть может, со времен Улув и Пальмы. Стрельбы в премьерах, убийств. И вот таких неожиданных аварий. На самом деле, мир, конечно, перешел в фазу, когда любая перегнутая палка ломается у всех на глазах. Вот только выводы никого не смущают. Как говорится, приятель-то разгадан. Ну и что же, что я разгадан? Да, я убийца, но вас предупреждали. В Словакии премьера, слава богу, не доубили. Он жив. Но с этого момента, с момента этих выстрелов 70-летнего писателя в премьер-министра все возможные разговоры прекращаются. Переговоры, какие-то попытки искать, компромиссовить. Что Венгрия, руководство Венгрии. Что премьер Словакии. Что, конечно, Сербия, Вучич, премьер-министр. Это большие друзья нашей страны. Да, в Сербии тоже все непросто. Да, какие-то вещи мы, к сожалению, проируем, выступаем. Да, супруга Зеленского приезжает в Белград и спокойно встречается с первой леди. В Сербии им есть о чем поговорить. Они прекрасно обедают в любимом ресторане маршала Титана Дунай. Но это уже отдельный вопрос. Что, чего, к чему. Во всяком случае, сегодня мы можем говорить, что есть страны рядом с нами в Европе, для которых мы, русские, главные люди на планете. Но сербы это точно. Тут без вариантов. И сербское сердце открыто для любого русского. Они очень, очень и очень переживают за нас. И радуются. Вот это я могу по сербской прессе и по, кстати, прессе венгерской увидеть. Они радуются тому, что... Ну, пожалуйста. В России. Пацан, 24 года. Мужик, 24 года. Илья Бабурин пытался поджечь военкомат. Искал исполнителей поджогов военкомата. Среди детей. Через интернет. Все доказано. Он думал, получит три года. Ему дают 25 лет тюрьмы. Сербы пишут статьи. Правильно. Молодцы русские. 25, не меньше. Треповой прокуратура пытается поднять сейчас приговор до 28 лет. Правильно пишут сербские газеты, венгерские газеты. Многие в мире. Это террористы. Ну, их нафиг. Кстати, вспоминают судьбу Клауса Шакала, который постоянно уходил от преследований, пока возмездия не случилось. Какие-то другие истории рассказывают про Северную Ирландию, про их боевиков. Сегодня весь мир боится терроризма. И странная гибель президента Ирана в этом же ряду. Аресты у нас. Что такое Екатеринбургские аресты двух силовиков? Главный начальник, главный по борьбе с экономическими преступлениями всего региона и главный таможенник, то есть склады, растаможка. Нички куда дянусь? А разве не в Москву? Не на самый верх. Мы очень хотим, очень интересно устроено. Давай, 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 давай скорее. Их место ТЭТа, мы вообще, идея народной расправы во имя всеобщего блага, она в наших головах. Многим из нас хочется возмездия немедленно. Я понимаю тех людей, которые хотят возмездия. Послушайте, ну а как же не понять этих людей? Вот мне говорят, моя жена говорит, Караулов, ты иностранный агент, непонятно какого государства. Все смеются, все оборонщики, мои друзья, герои России, создатели ядерного щита, их материалы, их интервью у нас на канале. Но неважно, это сделали, пусть хлебают. Это же их позор, не мой. Я ни с каким иностранным государством, ни с тем, кто не был связан, как и многие другие предполагаю, я из тех, кого нужно. Раньше это было отщепенца Савенковых называли. Савенков террорист, значит, вот отщепенца. Потом враги народа, сейчас иностранные агенты, одно и то же. Хрен ведьки не слащи. Зачем измазали? Зачем так нужно было нашим идеологам делить общество? Я не знаю. Что из того, что какой-то писатель на любителя, что-то такое говорит не то про сегодняшний что-то. Да черт с ним. А что Лев Николаевич что говорил про разные войны? А? О чем мы говорим? А впереди была Первая мировая, 14-й год. А тут статья от Толстого о патриотизме. Да, Толстой тоже чуть было не оказался в Суздальской тюрьме и был отлучен от церкви. Стана такая Россия. Нет пророков в собственном отечестве. Но не важно. На творительной глупости сейчас пытаются наши идеологи как-то это смягчить. Потому что Путин понял. Когда Владимир Путин, мое предположение, увидел, что у нас калька некоторых статей Уголовного кодекса, это действительно калька с тех уголовных статей, которые практиковала Портеид в ЮАР, где 3 миллиона белых держали вот так вот, 26 миллионов черных, создав при этом атомную бомбу. А у нас, вот все, что касается некоторых статей, я не хочу даже это называть, это как будто срисован из Уголовного кодекса времена Портеида. А это нам зачем? Зачем сегодня при такой поддержке Путина, какая у него реально есть? Ну хорошо, когда в ЦИОМ дают цифры, они очень в них верят, потому что в ЦИОМ это в ЦИОМ. Но когда иностранный агент Левада, Центр, ученики покойного Юрия Левада, дают те же самые цифры. Мне-то как же не верить иностранным агентам? Они люди оппозиционные, настоящие ученые, я многих знаю давно, еще со времен самого, Левадой. Но вот сегодняшняя ситуация. И опять вернемся к задержанию и к тому, что происходит на высоких допросах, так я говорю о высоких, когда-то высоких генералах. Орск. Я вижу, как люди покупают вагончики, пострадавшие от этой жуткой воды. Я вижу, что никто не наказан ни в Федеральном агентстве водных ресурсов, ни министр Козлов. Хотя мы в феврале предупреждали, будут паводки. Старики нам писали в редакцию, что если лопата уходит, пятый раз, двадцатый раз, говорю, с рукой туда, глубоко в снег, значит быть в беде, предупредите власть. Мы четыре сюжета сделали. Ни одна, никто не услышал. И вот сегодня пострадавшие от этого кошмара люди в Орске покупают вагончики, как устроитель, чтобы было где жить, потому что в их домах жить невозможно. И хотя какая-то помощь была выделена, ее явно недостаточно. Я мягко говорю, покупают вагончики. Я говорю, Варя, Женя своей, ну как-то вот надо ребят-то поддержать, и не имеешь права. Ты иностранный агент по закону, если ты про них говоришь хорошо, то их будут проверять те, кто помогает старикам покупать вагончики. Ты что, специально что ли, они лепили из нас, иностранных агентов, чтобы мы не могли людям помочь? Моя жена, тайно от меня, подарила бабушке одной где-то в какой-то сибирской деревне корову, потому что бабушка лежачая, у бабушки много-много внуков, а их корова умерла. Я не знал, что корова стоит как половина живой лей, но неважно, сделала моя жена, и мне не сразу сказал. И я сегодня, я не спряюсь об этом рассказывать. Я сейчас просто к слову пришлось, и Варя много чего делала доброго, и такой человек, и катер подарил ребятам на линии соприкосновения, его назвали Варвара, но это не я сказал, Дима Борисенко рассказал. Если есть возможность, как не помочь? Но, оказывается, ставить вопрос, как ставим мы на канале, хорошо, вот вы сегодня, вы государство, рассуждаем, отнимаете активы на 100 триллионов у бывшего челябинского губернатора, я не ошибаюсь в цифрах, 100 триллионов с мамой на двоих, у Юревича, 100 триллионов, 1 триллион евро. Караулов таких денег не может быть, может, если ты воруешь десятилетиями. Это же не в один год, Макфа, другие, воровство не доказано, как говорится, но вот, есть вопросы, отняли, у Юревича 100 триллионов активы. Можно из 100 триллионов 1 триллион выделить, взаймы, вот этим старикам в Орске, что они не вагончики покупали, в них зимой не проживешь, да и опасно, сгореть можно, печки как топятся в вагончиках, а как-то побыстрее им сделать перед зимой новые дома. Их каждый день на весь золото. А покрыть этот триллион, я предлагаю вот как, создать фонд тупых чиновников. Если канал Караулово, старик-агроном Васильев, Василь Павлович, я нашел этого человека, в 29 января и 2 февраля предупредил Орское и Оренбургское начальство, что Паводов будет невероятный, что они знали, что Казахстан себя так очень интересно поведет, воду скинут там какую-то, ну отдельная история, но что дамба может в Орске не выдержать. Еще раз, они снег мерили, у них прогноз свой, как деды учили, сугробов, лопаты, уходит лопата, все, будет беда. Если у вас есть институты, академии наук, целые агентства водных ресурсов, целые министр козлов, вода это природный ресурс, и они допустили Курган, Тюмень, Орск, Оренбург, может быть из их зарплаты высчитывать 10% в фонд тупых чиновников, раз они получая от государства зарплату, не увидели возможную беду. И покрыть тот триллион, который сегодня, можно, чтобы времени терять, взять из активов, из 100 триллионов Челябинского губернатора, другой регион, какая разница, Орске, старикам какая разница, триллион оттуда им на домике, а покрыть это в течение какого-то времени, года, двух, трех, 10%, можно 15%, а можно и 20%, мне не жалко зарплату министра Козлова, раз ты просмотрел вот такую беду, а получал деньги от государства, а те государства, министр платит не для того, чтобы ты ушами хлопал. Стариков бы послушал. Молодой парень, тот, кстати, губернатор бывший, из Дальнего Востока, приехал в Москву. Так, слушай, стариков, учись. Такое подскажут старики. Ни один военный совет, или научный совет, или ученый, как мы видим, совет, не даст тебе, не принесет тебе такой пользы, заплати. Из тех же денег свои зарплаты. Вот как тобой заработанные, они вполне заработанные, раз такая беда, то пожар-то наводнение у Лукашенко в 50-й раз повторяю. Ни одно дерево не загорело. У нас сколько пожаров сегодня, можно посмотреть у нас на телеграм-канале, мой пост. Да, они все локальные, слава богу, так еще весна. Пока еще, слава богу, только весна. Кто за фонд тупых чиновников? Прошу проголосовать. Кстати, вот и есть выражение общественного мнения. Комментарии в поддержку необходимых решений, а как еще они бедные, на вагончик-то соберут. Да, им помогли, но недостаточно. Явно, это мягко говорю, недостаточно. Что, сын мэра Орска прилетел из Дубая, что ли? Он айтишник, как сказал нам папа мэра Орска. Он гордится своим сыном. А тем, кто пострадал от наводнения, кто-нибудь другой поможет. Чекисты наводят порядок. Иногда чекистам не хватает то, что они называют непонятным словом политическая воля. Ну, то есть, разрешение сверху на какие-то аресты. Система сдержек и противовесов существует. Но назначенный замминистра обороны, только что назначенный Савельев, это организация документа оборота и контроль по всем основным цифрам, по денежкам. Савельев не заместитель министра по бюджету. Он про другое. Он про контроль и исполнение. Вот так сегодня наводит порядок. Уже сейчас, уже сегодня наводит порядок новый министр обороны. Я, кстати, очень рекомендую моим зрителям, которые еще в чем-то сомневаются, в настроении президента сомневаются, посмотреть материал у нас на канале, как тульский губернатор, Дюмин Алексей, уже бывший губернатор, прощался с стулой. Потрясающий как он не мог слезы сдержать. И что люди в зале кричали. Как это все было. Вот оно, будущее России. Мы не верим. Не выкидывайте себя, главное, своих детей и внуков из этого будущего, люди. Вы можете не верить, вы отчаялись, я все понимаю. Но если вы не верите и отходите в сторону, вы уже не участники игры. У вас уже нет будущего, и этого будущего лишаете себя. Сами подумайте моими словами. На обиженных в Россию воду возят. Надо бороться за будущее, и тогда он будет. Сколько же вреда принесли нам некоторые борцы. На самом деле связанная с той же администрацией президента так называемая управляемая оппозиция. Тот же Навальный. Неужели у кого-то, ну что же, как же можно так дебилизировать нацию, Господи. А тот же Навальный. Человек получает реальный срок, за Вятку залез. Когда бизнесмен, он 14 мест работы сменил, даже на Эхо Москвы был каким-то спортивным обозревателем или еще кем-то, Навальный, парикмахером был. Когда бизнесмен приезжает на дорогой иномарке в Вятку, сам за рулем, бросает свой бизнес в советники к губернатору, это для того, чтобы он богаче стал, наверное, делать, не с ума же он сошел бросать бизнес в Москве и в Вятку где лес. Вот он реальный срок. Суд приговорил через ночь. Впервые в истории человечества. Я Навальный. Он получил реальный срок. Через ночь открываются ворота тюрьмы тяжелые. Товарищ Навальный, мы вас выпускаем. Пожалуйста, только ради Бога, примите участие в выборах мэра Москвы. И Навальный бежит в Москву в избирательную комиссию, подает заявление на участие в выборах, где его встречают с цветами, коньяком, обнимают, тут же принимают его заявление и доводят до второго тура. Но не хороша ли оппозиция? Значит, кто-то специально создавал эту силу либо для Близира, либо для противовеса Собянину, те же выборы, либо еще для чего-то. Напичкал эту силу деньгами. А когда сила повела тех, кто поверил в эту силу дурачков, которых безжалостно хватали воронки, а сила не могла их остановить, ни воронки, ни ребят. А люди поверили, мы дураки. Все было управляемо. Вот отсюда сегодняшние всякие инагенты и прочее, прочее. Напугали они. Незнакомые стране, мы живем, кто-то подумал. На Навальном и проверили, как говорится, настроение масс. Не было бы этого, все было бы гораздо спокойнее и веселее.